Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я познакомился с мужчиной месяц назад в приложении для знакомств и читателя вопроса. Вот здесь нужно сделать небольшую пометку о том, что сам вопрос был задан достаточно давно. Если говорить точно, то в апреле прошлого года. Дело в том, что я только сейчас эти вопросы увидел, решил на него ответить. Познакомился с мужчиной месяц назад в приложении для знакомств. Неделю переписывались, потом встретились, было два свидания, на втором свидании он меня поцеловал. Смотрите, что здесь сразу бросается в глаза? Здесь сразу бросается в глаза то, что вы знакомитесь в приложении с мужчиной. Не знаю, как вы, не знаю, как вам кажется, например. Но, вообще говоря, знакомство в интернете через приложение, это в общем и целом такая история, когда человек несколько отчаивается познакомиться в реальном мире. К сожалению большому. Вот. Таким образом я бы сказал, таким образом я бы предположил, что вы уже здесь, в этом месте. Себя обесцениваете как женщину, то есть вы обесцениваете себя именно тем, что знакомитесь в интернете через приложение. Вот. Вы обесцениваете себя так же тем, что, в общем-то, ходите на свидания. Нет. В самих свиданиях ничего плохого нет. Самые свидания это неплохо, это нормально. Вот. Но, когда свидания становятся основанием для взаимодействия, это большая проблема. Потому что, в этом случае, когда свидания становятся основой, фундаментом, если хотите, взаимодействия, то у людей формируется соответствующее восприятие и соответствующее отношение к себе. И к другому человеку. Вот. Поэтому я бы хотел, вот, конечно, в первую очередь на это обратить ваше внимание, как на то, что, на мой взгляд, на мой взгляд, очень важно. Вот. Не знаю, насколько это важно для вас, но, вот, вообще-то говоря, это весьма весна на вас. Значит, неделю переписывались, потом встретились, было два свидания, на втором свидании он меня посылал. А что общего между вами было? То есть, что вас объединяло. Мы говорили по телефону всего один раз, в основном переписываемся в WhatsApp. Опять же, о чем? Он после второго свидания захотел встретиться в третий раз, мы договорились встретиться в четверг. А, вчера в среду один с вечером пишет мне, что не может в четверг. Спрашивают, можем ли мы встретиться в пятую целую субботу. А, я не смогу, потому что буду у родственников, я отвечаю ему, что, может быть, как-нибудь встретимся, он пишет, все еще хочет встречаться, я отвечаю, что да. Здесь вопрос вызывает ваша фраза, как-нибудь встретимся, то есть, как будто бы вы здесь, ну, как будто бы вы здесь обижаетесь на человека за то, что он перенес до встречи с вами. Вот. Опять же, не знаю, так это или нет, вот. Но есть такое ощущение, что вы обиделитесь, есть такое ощущение, что вы отстранились немножечко от человека, вот. А есть такое чувство, что вы, условно говоря, его таким образом решили наказать, вот. А, хотя я понимаю, опять же, я понимаю, что возможно, это не так, возможно. Но выглядит это, вот, именно выглядит. Именно таким образом. Буду рад ошибаться, буду рад ошибиться, но вот. Из того, что вы описываете, вот, складывается такое у меня впечатление. Вот. Далее он пишет, хочется еще встречаться, да, то есть у вас как-то вот происходит, что называется, беспредметное общение. Вот. Что такое беспредметное общение? Это когда люди обсуждают отношения, да, и когда люди, то сами отношения для них как бы более важны, чем, чем они сами. Вот. Вот такая, мне кажется, здесь есть неприятная для вас история. Вот. То есть в отношениях как бы они становятся, ну вот, что называется, несколько пустыми, что ли. Вот. И они превращаются, превращаются вот в такие, в такие, немного пустоватые, пустоватые взаимодействия, где люди просто вот, ну, обсуждают сами отношения, но при этом не очень понимают, что составляет суть их отношений. Дальше. Потом происходит переписка. Он мне зачем-то скидывает фото своих домашних растений и цветов в квартире, кофе-машине, пишет с экрана, продажков, гости. Я приготовлю тебе кофе. Ну, в принципе, человек как бы вас приглашает к себе. Я спросил его, почему он не сможет в четверг. Опять же, здесь вы демонстрируете человеку недоверие, здесь вы демонстрируете человеку подозрение, и это выглядит как претензия. Он ответился поздно, поздно не завернется на работу, потом, возможно, к нему приедет в госевру, которого он давно не видел, если он не будет оставшим после работы. Хотя раньше, парень сам назначал мне в четверг. Ну и что? Что может поменяться? Есть ощущение, что вы уже здесь тревожитесь. Говорю, что в воскресенье выхармил, он не может встречаться. Мне кажется, это просто манипуляция. Вот именно что кажется. Может он нашел еще кого-то приложение, меня причитывает, что молодой человек не серьезен. Это, к сожалению, проекция вашей неуверенности в себе. Плюс вы хотите серьезности. А что такое серьезность? Серьезность – это гарантия. Вы хотите гарантии, что означает, что вы не уверены в себе. Вот с этим и нужно работать. Я решил дать ему шанс. Плохая идея, когда в отношениях кто-то кому-то дает шанс. Это означает пересиливание, переступание через себя. Был еще два свидания, французские поцелуи, зажимание, объятие и поцелуи. Приглашили на ее квартиру на миг и на секс. Я отказал. Естественное поведение для того типа отношений, которые вы и начали. Стало понятно, что я девственница. Кому-то стало понятно, как понятно. На четвертой встрече он сказал, ты можешь зацепить со мной в связь хоть на двадцатой встрече. Когда будешь готова, поедем домой проступить кофе. Прополагалась очередная дежурная встреча в этот четверг. Я чувствовал, что что-то не то. Аааа, что именно не то. Сегодня я вышел с ним на серьезный разговор по телефону. В итоге он признал, что у него были серьезные отношения с девушкой. Он расстался месяц назад и хотел секса. Это нормально. Он знает, что я девственница в тридцать один год. Я ему открою. И он сказал, что и так бы расстался со мной через два-три месяца. Ну, вполне возможно, опять же. Он сказал, что не готов к серьезным отношениям, что не хочешь стрелять. Меня и мы можем быть друзьями. Я попросил его оставить меня в покое. У меня началась истерика. А из-за чего истерика? Ну, вас это как-то задело. Вот. Возможно, вас задело то, что вы ему открылись, а человек, как и казалось, не захотел серьезных отношений. Но никто, мне кажется, в начале отношений не хочет серьезных отношений. То есть, на мой взгляд, это нормально. Что вот в начале люди не хотят серьезных отношений. Потому что они не знают, какими это будут, ну, какие это будут отношения. Вот. Вы же здесь, по моим ощущениям, начинаете на человека давить. Вот. Ну, именно, повторюсь, по моим ощущениям. Вы на человека начинаете давить и вы, ну, вот, чуть ли не буквально требуете от него, чтобы он вам дал какой-то ответ. Вот. А вот это, мне кажется, является проблемой. То есть, так вы пытаетесь здесь, опять же, компенсировать свою неуверенность в себе. Вот. И истерика у вас вот случилась, потому что, ну, вот вы ему открылись, да, вы открылись ему, а он вот не захотел с вами серьезных отношений. Хотя по факту вас принял. Ну, и хотя по факту то, что он, то, что человек говорит о том, что он сразу вас через два-три месяца бросит, это ни о чем не говорит и ничего не значит. Потому что, как оно было бы, неизвестно. Вот. Но вы, в силу, в силу вот, в силу своей тревожности, да, как бы эти события, получается, форсировали. Вот. А форсирование событий, к сожалению, всегда приводит вот к тому, что человек испытывает определенное давление, а когда человек испытывает давление, он начинает на это реагировать. Вот. Мужчина на это и отреагировал. Не самым лучшим образом, может быть, спору нет, но так, как умеет. Я думаю, что у вас есть ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ там еще поделся в 30-е годы, вот, ну, может быть, вы ищете какого-то, опять же, особенного человека, да, особенного парня, вот, ну, это идеализация, и в первую очередь, если это идеализация, то это следствие деидеализации уже самой себя, вот, это тоже очень важно увидеть. На мой взгляд, на мой взгляд это очень важно увидеть, это очень важно заметить. Дальше, я попросил его оставить меня в такой, почему, он сказал, так, я ему рассказала про свое здоровье, не совсем понятно зачем, он сказал, что ценит меня, он написал мне в конце, ты мне нравишься, я сказал правду, потому что заботиться о тебе, ты удивительный, я понимаю, что, что происходит, словами, и меня тут послили, да нет, почему, человек может действительно так вам относится, просто время, наверное, прошло, то, что вы говорите, это следствие того, что вы себя обесцениваете. У меня была такая же ужасная история с другим молодым человеком, вопрос, как построить отношения, что мне делать, а меня просто вытирают ноги. Вы работаете с обесценивающими тенденциями раз и выздоровевать отношения немножко на других основаниях, нежели на тех, которые выстраиваете вы в данный момент, не на основаниях свиданий, а на основаниях общих интересов, общего опыта, совместных переживаний, совместных впечатлений. Вот. Вы спрашиваете, вы пишете, вы пишете, если честно, мне правда понравилось, могу ли я надеяться на что-либо, а это что-либо, это что? А вот, надеяться можете, только опять же, а что будет, если ваши надежды ложные? На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу, я желаю вам всего самого доброго и удачи.